добрый день дорогие друзья вы на теле канале это н.т.в. программа разбор полетов меня зовут александр вальдман я нашей тель-авивской студии с нами на связи наши постоянные участники программ марк журналист марк горин и политолог александр цинкер добрый день добрый вечер друзья честно говоря наш эфир планировал договаривался с вами говорить немножко о другом прежде всего о совести экс-спикера кнесета юлия дельштейна который говорил что ему совесть не позволяет выполнить решение высшего суда справедливости уйти со своего назначить соответствующие голосования то что положено по закону а вот приходится говорить немножко о другом с калейдоскопической быстротой в кнесете все изменилось прошли выборы нового спикера и новым спикером парламента избран бенни ганс руководитель блока кахоль лаван или теперь уже правильнее говорить экс-блока потому что блок распался что нас ждет дальше чего нам ждать хорошего а чего плохого начну с александра цинкера как депутата кнесто 15 созыва который знает всю эту кухню саш ну вы знаете мы все очень боялись чтобы не было четвертых выборов единственный вариант это был создание какого-то правительства или национального единства или национального спасения и честно говоря не очень верилось что такое можно потому что не секрет что я и лапит один из лидеров блока кахоль лаван он был как говорится кардинально против участвовать в каком-то правительстве временном сборном к если там руководит бениамина танягу и понятно было что если ничего не изменится то ни к чему как говорится они не придут неожиданно когда богатств потребовал помине чтобы были проведены новые выборы спикера парламента и тут я честно говоря в общем то может это не как говорится не струю но я в общем то поддержал поступок юлия дельштейна потому что если он считает что идет нарушение закона окнецити а богатств практически потребовал нарушения закона окнецити потому что там надо выбирать спикера парламента когда выбирается новое правительство и по крайней мере сроки не установлены а тут богатств мешался и вот произошла эта неожиданность не бениамина танягу не бени ганс не хотели идти на четвертые выборы и они пришли конце концов вот к этому решению создать правительство национального единства вы видели что 78 депутатов мест это поддержали кандидатуру бени ганса на должность спикера парламента это временное явление потому что если бы был выбран представитель кхоль лаван который депутат от партии ешатир поменять его было бы практически невозможно надо было набрать 90 депутатов мест это которые бы проголосовали против него а тут бени ганса он практически временный спикер и после того как он займет должность первого вице пример министра и министра иностранных дел а насколько можно сегодня предварительно судить четыре тяжелых портфеля министр иностранных дел министр обороны министр юстиции министр экономики перейдет вот во францию бени ганса то вполне возможно что юлия дельштейн опять станет спикером парламента с учетом того что калиция имеет 78 голосов для них это будет провести очень сложно как это будет дальше происходить никто не может предсказать потому что сегодняшняя ситуация тоже вчера еще не обсуждалась но по крайней мере чтобы не произошло но в этой ситуации которой находится израиль то что создая будет создано какое-то правительство и она примет бюджет и она начнет работать я это только поддерживаю марик хотел тебя спросить вот то правительство предполагаемое которое будет где министром юстиции будет человек по фамилии труппер скажи пожалуйста долго ли ему уготован уготована судьба этому правительству что мешает тому же бенимин танягу распустить это правительство условно говоря через полгода и назначить новый выбор с некоторой горечью могу ответить на твой вопрос в том смысле что боюсь ты ему ничего не мешает все что ему могу помешать он устранил благодаря этой я бы сказал сделки ты как я помню хотел говорить о совести предыдущего и может будущего спикера парламента нам видимо надо думать о совести нынешнего избранного его избиратели шли за ним под одними розунгами надеждами а он их привел туда в то кино где они уже были четвертые выборы это плохая история тут слов нет очень плохая но она на мой взгляд лучше чем вернуться опять в то где вы были перед первыми выборами которые назывались первыми то есть то самое правительство гетодиягу то есть это то же самое это тот же религиозный диктат это это те же это тот же горящий юг это те же финансовые проблемы потому что известно кому передается бюджет и заработанные трудниками и так далее мы пришли туда и которого какой лаван конечно не партия понятно но это был отчаянный крик общества о том что так жить нельзя и общество опять вернули туда где оно было другой силы у него на сегодня ну такой которая могла бы что-то изменить есть конечно силы но не знаю способны ли я что-то изменить в этой ситуации нам придется начинать сначала жить так как жили и думать о том что может быть появятся какие-то люди которые которые что-то смогут изменить боюсь что сегодня мы эту надежду надежда убирают посты саш хочу тебя спросить ганн своей тронной речи после избрания его спикером кнестос первая его фраза была мы никогда не поступимся принципами за которые проголосовал миллион избирателей как можно так безбожно врать ну к сожалению в политике вообще говорят очень много причем зависимости от того когда они это говорят например то что говорится до выборов и после выборов это как говорят в одессе две большие разницы смотрите в этой ситуации меня мин это бени ганс знал на что он идет он знал что будет раскол он понял значит такую вещь что если он пойдет на четвертые выборы и опять не выиграет на этом его политическая как лица карьера просто заканчивается то есть он из будем видать из тех двух вариантов которые оба были не очень хорошие для него ему нужно было выбирать наименьшее зло он выбрал с его точки зрения это что вот я кольца тех принципах которых я говорил я помню но сейчас я вот иду правительство ситуация в стране такая каждый будет реагировать на это по-разному я скоро услышу что говорит буги а лон и я ир лапит потому что они анонсировали свое выступление наверно там и поймем это окончательный развод этих партий или на будущее есть какие-то варианты в общем то сотрудничество марик хочу тебя спросить можно ли в этой ситуации считать что главными проигравшими во всей этой истории остались ир лапит и биби и вигдор либерман я думаю что главные проигравшими является общество наше израильское общество это и светские религиозное и выходцы из тех и других стран короче общество которое хотело перемен и лапит и либерман как выразители мнений этого общества когда-то юлика дельштейн в нашем социальной присутствии много лет назад на правлении партийской альбария сказал фразу которую я помню дословно он сказал что я идя в политику не понял какого повода неважно конечно знал что политика грязное дело но чтобы настолько господин ганс выбрал вот цитируя сашу могу сказать из двух зол ему показалось меньше и для себя я надеюсь что общество его оплатит той же монетой и у нас не будет политиков способных на подобные шаги не бы твой оптимизм марик не бы твой оптимизм саш еще один вопрос к тебе как человеку знающему внутреннюю кухню кнессета вот той ситуации которая сложилась кто будет во первых у нас председателем оппозиции 15 мандатов у арабского блока у арабского списка 15 мандатов у лапида осталось это первый вопрос и второй вопрос что быть со вчерашним распределением должностных обязанностей когда председателем допустим финансовой комиссии был избран представитель партии наш дом израиль все закончилось пенсионеры своих пенсии не увидят смотрите очень часто не зависит от того кто председатель финансовой комиссии тут правительства все же больше зависит то что в конце концов в общем то деньги у правительства не у комиссии кнессета я думаю сегодня то что происходило это первый шаг тому чтобы правительство и кнессет начали работать ну как в обычном режиме в обычном режиме создаются все комиссии сразу там нету такого чтобы создать две комиссии потом еще две и так далее так далее есть принцип создание всех комиссий причем председатели комиссии назначаются из всех партий оппозиции коалиции неважно повза по определенному ключу сколько оппозиция или коалиция партия любая имея депутатов столько они имеют шансов получить одну две три комиссии председателя или зампредседателя вполне возможно если сейчас все заработает в обычном режиме будет собрана как говорится коалиция и тогда сделан будет вот это так называемый ключ сколько полагается каждой фракции и вполне возможно будет переголос переголосована все и могут быть какие-то изменения действительно марика к тебе на крайней мере смотрите председатель комиссии по международным делам и безопасности ближайшее время станет министром обороны ашкиназии понятно что и там будут изменения но точно так же как и ганс председатель нынешний кнесс это станет министром иностранных дел тоже будут изменения юлия дельштейн вернется судя по всему к своей прежней должности марик хотел тебя спросить ты человек опытный сведущий скажи возможен ли блок светский блок между партии либермана и лапида и этот блок пойдет вместе на следующие выборы надеюсь что возможно недавно хотелось бы чтобы такой блок состоялся я об этом думаю по моему даже писал когда-то и определенные как бы реалии недавние мешали такому блоку насколько я знаю между лидерами вышеназванных тобой партии отношения хорошие доброжелательные я надеюсь что такой блок состоится и я бы даже сказал вот не стесняюсь все готовы бы подержать его первого ну я могу добавить что этот блок может быть да мне кажется при первом же голосовании по вопросам безопасности он может развалить развалиться потому что принципе партия ешатит она если посмотреть спектр политический она намного левее чем партия либермана ну честно говоря сегодня уже сложно сказать кто левее кто правее она просто показала силу своего либерализма такому в таком ракурсе рассматривалась это не так спасибо спасибо друзья за этот разговор будьте здоровы всего самого доброго но и главное здоровья не только вам здоровья и нашим телезрителям но и нашему парламенту правительство тоже здоровье не помешало бы том числе психическое спасибо спасибо друзья до новых встреч спасибо спасибо и вам всего доброго